Пенсионерка Александра Смолькина уже месяц находится в неврологическом отделении ВРКБ. Из них шесть дней была в реанимации. Ковид плюс пневмония – 70% поражения легких. Пациентка была в реанимации, оставалась там на кислородной поддержке на аппарате СИПАП. Перенесла и пережила, наверное, много в своей жизни. Были страхи разные, да? Жить не хотелось. Да, такое вот состояние психологически тяжелое было. Сейчас пациентке значительно лучше, но каждый день ей приходится прилагать немалые усилия, чтобы начать дышать самостоятельно. Что вы делаете для этого? Шарики надуваю. Надуваете шарики. Играю. Играете, вспомнил детство практически. Да. То есть такое простое, казалось бы, занятие, сейчас это достаточно нелегко дается, верно? Очень трудно. Растите, пожалуйста. Для устали. Светлана Савина поступила в отделение в бессознательном состоянии с клиническими симптомами инсульта. И опять же с подтвержденным ковидом. Уже на второй день доктора заметили улучшение в состоянии пациентки. Елена Прокофьева говорит, женщине повезло, ее успели доставить в больницу в рамках терапевтического окна. То есть вовремя. Что для больных с инсультом особо важно. Сегодня можно с уверенностью сказать, Светлана пошла на поправку. Ей пока нельзя самой вставать и ходить по отделению, чтобы полностью себя услуживать. Но этот период уже совсем близко. Скоро. Помогали. Всеми силами девочки. Подходили и днем, и ночью. В смену в неврологии работают три врача, три сестринских поста и две санитарки. Больных в отделении на 60 человек под завязку. Но медики не жалуются, понимают, от них сейчас зависит жизнь каждого пациента. А все вместе они делают одно общее, большое дело. Татьяна Брылова, Елена Кошелева, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok